29-летнюю горошанку задержали полицейские. Ее подозревают в доставке особо крупной партии синтетики, известную как соль. Больше килограмма губительного зелья, упаковочные материалы, электронные весы, стражи порядка изъяли у женщины при личном обыске. Внутри первоначальной упаковки обнаружены четыре больших пакета зиплок. Первый берем полимерный пакет зиплок с комгообразным веществом розового цвета. Розового цвета имеется надпись с маркером черного цвета «Бабл». Между тем в гараже ее отца полицейские обнаружили целую любительскую коллекцию арсенала. Автоматы и гранаты муляжи, а вот охотничье оружие и боеприпасы влекут ответственность перед законом. Их происхождение устанавливает следствие. К слову, отец и дочь ранее не были судимы. Девушка заключена под стражу. В поле удаления сотрудников департамента полиции Северо-Казахстанской области попала 29-летняя жительница города Петропавловск, которая подоживается в том, что организовала канал поставки крупных партии синтетических наркотиков из города Астана в город Петропавловск. Данный факт был внесен в ВРДР и квалифицирован по статье 297 части 3 Уголовного УК Республики Казахстан. Незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта. В особо крупном размере. С начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли из незаконного оборота свыше 3,5 килограммов синтетических наркотиков. Нередко интернет-мошенники промышляют на сайтах объявлений. С представителями казахстанских офисов таких площадок связались полицейские. В онлайн-формате они обсудили актуальные вопросы профилактики интернет-афер. С начала года в областном центре зарегистрировано 31 интернет-мошенничество, совершенное посредством сайта «Колеса Киезет» и 161 преступление, совершенное с использованием ресурса OLX. В производстве городских следователей в этом году находилось 7 уголовных дел по фейковым объявлениям. В ходе онлайн-конференции стороны поделились практическими наработками и обменялись контактами для оперативного решения проблемных вопросов. Например, если раньше для удаления фейковых объявлений и аккаунтов требовалось некоторое время, то благодаря налаженным связям ожидается, что этот процесс будет проходить оперативно. По мнению полицейских, даже просто удаление лжеобъявлений поможет уберечь целый ряд пользователей от действий злоумышленников. В основном все эти вещи, они в рыночном сегменте стоят, как правило, дешевле, чтобы заманить наших потерпевших, наших граждан. Поэтому мы провели онлайн-встречу и выработали алгоритм действий, чтобы мы оперативно реагировали, взяли рабочие контакты, рабочие группы, чтобы мы уже оперативно блокировали одни и те же сайты, которые выставляют по интернет-мошенничеством. 300 литров незаконного алкоголя обнаружили полицейские в одном из магазинов самоалколя. Во время проверки выяснилось, что лицензий на продажу спиртного у владельца нет. В итоге конфисковали 581 бутылку. Всего по области с начала года зафиксировано почти 240 фактов неправомерной продажи спиртосодержащей продукции. Из оборота изъяли почти 8 тысяч литров незаконного алкоголя. Стражи порядка предупреждают, что продажа такой продукции может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Сто голов лошадей паслись без присмотра в Таньшинском районе. Скотт на вольном выпасе заметили полицейские. Сейчас в отношении владельца принимают меры. Ему грозит ответственность по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях. С начала года за вольный выпуск ответственности привлекли свыше 4 тысяч человек. В спецзагоны поместили более 11 тысяч голов бродячего скота. По словам полицейских, в области снизилась динамика роста краж домашних животных. С начала года зарегистрировано 21 такое преступление. За аналогичный период прошлого года их было 31. С 28 по 30 ноября полицейские работают в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Скотократ». Вместе с ветеринарной службой они проводят усиленные проверки автотранспорта, перевозящего скот и мясную продукцию, а также места их реализации. Полицейские выявили 21 административное правонарушение законодательства Республики Казахстан. Раскрыли шесть ранее совершенных краж скота. Из них пять – категории прошлых лет. Кроме того, стражи порядка проверили 113 крестьянских хозяйств, отгонных точек и ферм. В Петропавловске идет республиканская акция «16 дней без насилия». Стражи порядка предупреждают и проводят профбеседы о преступлениях и правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. Свыше 1200 дебоширов привлекли полицейские к административной ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений с начала года. Большинство правонарушений совершают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В отношении правонарушителей вынесено тысяча защитных предписаний и 210 особых требований к поведению. В целом, с начала года в сфере семейно-бытовых отношений на территории города совершено 20 преступлений. Все в отношении женщин. «Не оправдывать и не замалчивать о фактах насилия в семье». Консультации необходимую помощь специалистов жертвы бытового насилия могут получить по телефону 8 715 2 49 31 58 и 8 715 2 61 25 30, либо в республиканском коу-центре 150. Также можно обратиться к участковому инспектору полиции или на канал 102. Пожар в одном из банных комплексов Петропавловска произошел в прошлые выходные. О причине возгорания рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. «Было возгорание буквально утром воскресенья прошедшее. Произошло короткое замыкание в подсобном помещении. Пожар быстро был ликвидирован. Там площадь составила, если мне память не изменяет, около 8 квадратов. Да, небольшое возгорание своевременно, потому что своевременно было обнаружено. В помещении стояла пожарная сигнализация, она сработала, персонал своевременно позвонил. А вот в городе Сергеевке сложилось все немного тяжелее. Случай там произошел еще в сентябре. Хозяйка дома решила проверить герметичность редуктора открытым огнем. «Было доставлено в больницу с ожогами. Впоследствии, получается, отпущено домой, оказана медицинская помощь. Департаментом на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению правил пожарной безопасности в быту. Так, с начала года проведено более 100 рейдов по многоэтажным живым домам. Охват составил порядка 5000 человек». Всего в области с начала года произошло 604 пожара. 8 из них из-за взрыва газового баллона, при которых травмирован один человек. Как показывает статистика, более 70% возгораний пришлось на жилой сектор. Так, за нарушение правил эксплуатации газового оборудования привлечены два жителя города Таинши. Им выписан штраф на сумму 15 тысяч тенге. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова